Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим знакомство с темой защиты баз данных. Мы с вами знаем, что важными концепциями безопасности баз данных, которые применяются в SQL Server, являются аутентификация, шифрование, авторизация и отслеживание изменений. Модель безопасности SQL Server состоит из трех разных категорий, которые взаимодействуют друг с другом. Это принципалы, защищаемые объекты и разрешения. То есть принципалы, если простыми словами, это пользователи. Каждый пользователь имеет свое разрешение к определенным защищаемым объектам. Аутентификация заключается в предоставлении ответа на следующий вопрос. Имеет ли данный пользователь законное право на доступ к системе? Мы с вами говорили, что система безопасности компании DataBase Engine состоит из двух подсистем. Это система безопасности Windows и система безопасности MS SQL Server. Шифрование. Мы сказали, что это процесс кодирования информации. При шифровании данных используют симметричные ключи, асимметричные ключи и сертификаты. Также мы с вами сказали, что сертификаты предоставляют самый высший уровень шифрования в модели безопасности компонента DataBase Engine. Мы с вами также упомянули о схемах. Сказали, что схема – это коллекция объектов базы данных, имеющая одного владельца и формирующая одно пространство имен. Роль базы данных задает группу пользователей базы данных, которые могут иметь доступ к одним и тем же объектам базы данных. Архитектура безопасности компонента DataBase Engine включает несколько системных ролей, которые имеют специальные явные разрешения. К предопределенным ролям относят фиксированные серверные роли, фиксированные роли базы данных. Например, к фиксированным серверным ролям можно отнести, к примеру, сервер-админ, либо сис-админ, либо процесс-админ, что данные роли могут выполнять у вас на экране. Фиксированные роли базы данных – это те роли, пользователи которых могут в зависимости от своей роли выполнять определенные действия. К примеру, DB Security Admin – это пользователи, которые имеют такую роль. Они могут управлять всеми действиями базы данных, связанными разрешениями безопасности. Ну и остальные роли тоже посмотрите. Есть фиксирована роль базы данных паблик, то есть открытая база. Вот она стоит немножечко особняком. Роли приложения. Роли приложения позволяют принудительно обеспечить безопасность для определенного приложения. Иными словами, роли приложения позволяют приложению взять на себя ответственность за аутентификацию пользователя, вместо того, чтобы это делала система баз данных. Например, если преподаватели могут изменять данные о студентах, в базе данных студентов, только посредством какого-либо приложения, а не посредством инструкции языка Transact SQL или какого-либо другого средства, то для такого приложения можно создать роль приложения. Роли приложения отличаются от всех других типов ролей. Во-первых, роли приложений не имеют членов, поскольку они используют только приложения, поэтому им нет необходимости предоставлять разрешение непосредственно пользователям. Во-вторых, для активации роли приложения требуется пароль. Когда приложение активирует для сеанса роль приложения, этот сеанс утрачивает все разрешения, применимые к именам ввода, учетным записям пользователей, группам пользователей или ролям во всех базах данных. Так как эти роли применимы только к базе данных, в которой они находятся, сеанс может получить доступ к другой базе данных только посредством разрешения, предоставленных пользователю гость базы данных, которой требуется доступ. Поэтому, если база данных не имеет пользователя гость, сеанс не может получить доступ к этой базе данных. Роли приложения можно им управлять с помощью среды менеджмент-студия либо с помощью инструкции языка Transact SQL. Помимо роли приложений, есть определяемые пользователям роли сервера. Данные роли впервые стали применяться в SQL Server 2012. Для того, чтобы определить роль сервера, используют инструкции языка Transact SQL. Это крейсервер-роль и дроп-сервер-роль. Для добавления или изменения удаления членов роли сервера используют инструкцию alter-server-роль. Например, здесь создается роль сервера программ admin. Далее изменяется эта роль через alter. Добавляется пользователь mari. То есть пользователь mari имеет те же возможности, что и роль сервера. Помимо этого, есть определяемые пользователям роли базы данных. Обычно определяемые пользователям роли базы данных применяются, когда в группе пользователей базы данных требуется выполнить общий набор действий в базе данных и отсутствует применимая группа пользователей в Windows. Для создания, изменения или удаления этих ролей применяется или среда Management Studio, или же инструкции языка Transact SQL, такие как create-роль, alter-роль, drop-роль. Роль, которая является владельцем защищаемых объектов, то есть объектов базы данных, удалить нельзя, чтобы удалить такую роль, сначала нужно будет изменить владельцы этих объектов. Например, для того, чтобы создать роль базы данных, используют инструкцию create-роль, например, маркетинг, роль называется, авторизейшн, Петри является автором роли. Дальше, но он еще не пользователь, добавляем пользователя Петер и пользователя Марии. То есть теперь два пользователя Петер и Марии могут владеть, вернее, являются ролями базы данных. Авторизация – это процесс определения прав пользователя на использование определенных ресурсов. Для выполнения задач, связанных с авторизацией, используют такие инструкции языка Transact SQL, как Grant, Danny, Reloq. Мы знаем, что модели безопасности, сегодня уже вспоминали, являются такие понятия, как принципалы безопасности и защищаемые объекты. То есть защищаемые объекты – это ресурсы, доступ к которым регулируется под системой авторизации. Принципалы безопасности – это те, кто пользуются этими объектами. Основными классами защищаемых объектов являются сервер, база данных и схема. Первая инструкция – это инструкция Grant. Она предоставляет разрешение принципалам на защищаемые объекты. Синтаксис – Grant, дальше, что – Permission List, On Class, CPU Rebell, To Principal List, With Grant Option, As Principal. Что означает данные параметры? Предложение All означает, что указанному принципалу предоставляется все применимые к указанному защищаемому объекту разрешения. В параметре Permission List указываются разрешаемые инструкции или объекты. Если их несколько, то они разделяются в этой тени. В параметре Class, класс или имя защищаемого объекта, для которого предоставляется разрешение. В предложении On Securable указывает защищаемый объект, на который предоставляется разрешение. В параметре Principal List перечисляются все учетные записи. Если их несколько, то они также перечисляются через запятую, в котором предоставляется разрешение. Параметр Principal и составляющие списка Principal List могут быть учетной записью пользователя Windows, регистрационным именем или учетной записью пользователя, сопоставленной с сертификатом, регистрационным именем, сопоставленным с асимметричным ключом, пользователем базы данных или же ролью базы данных или ролью приложения. Какие разрешения бывают? Например, если дается разрешение Select, то этот пользователь может лишь просматривать данные. Если Update, то изменять данные. Если Delete, например, удалять защищаемые объекты. Все разрешения и их описание применения на экране таблицы, изучить их самостоятельно. Например, первый пример. Grant Create Table Create Procedure to Peter Maria. В данном случае мы двум пользователям, конкретно пользователю Peter и пользователю Marie, даем разрешение на создание таблиц и на создание процедур. Следующий пример. Grant Selection on Employer to Peter Maria. Этим же двум пользователям, Peter и Marie, разрешаем просматривать данные таблицы Employer. В третьем примере. Grant Update on Workson. AmpNo Enter Data to Peter. Пользователю Peter дано разрешение изменять данные таблицы Workson, причем не всей таблицы, а лишь полей AmpNo и Enter Data. Следующий пример. Это пример предоставления доступа для чтения метод данных. Use sample, то есть на базе данных у нас sample. Grant View Definition on Object Employer to Peter. Grant View Definition on Schema DeBoer to Peter. То есть даны два разрешения пользователю Peter. Первое разрешение предоставляет Петеру разрешение на просмотр метаданных таблицы Employer. Предложением on Object указывается защищаемый объект базы данных. Посредством этого предложения можно предоставлять разрешение для работы с конкретными объектами, такими как таблицы, представление хранимой процедуры. Благодаря иерархической структуре защищаемых объектов, защищаемый объект более высокого уровня можно использовать, чтобы расширить область действия разрешением View Definition. Вторая инструкция, Grant View Definition on Schema DeBoer to Peter. Пользователю Peter предоставляет доступ к метод данных всех объектов схемы DeBoer базы данных. Следующий пример. Это пример применения разрешения Control. Grant Control on Database Sample to Peter. Практически пользователю Peter дали все разрешения для работы с базой данных Sample. Инструкция Grant с предложением Wave Grant Option. В данном примере пользователю Мари дается разрешение на просмотр данных таблицы Voxone. Более того, часть Wave Grant Option означает, что Мари может дать данное разрешение, то есть разрешение Select просмотра таблицы Voxone, другим пользователям. Инструкция Denny запрещает пользователю выполнять указанные действия на указанные объекты. Иными словами, инструкция удаляет существующие разрешения для учетной записи пользователя, а также предотвращает получение разрешения пользователям посредством его членства в группе или роли, которые он может получить в будущем. Эта инструкция имеет синтаксис Denny – All Privilegies Permission List on Class Securable to Principal List, Cascade as Principal. Параметры такие же, как Grant. Единственное новое параметры – Cascade, в котором указывается, что разрешения, запрещенные пользователю А, будут также запрещены пользователям, которым он их предоставил. Если же в инструкции Denny параметр Cascade опущен, и при этом ранее были предоставлены разрешения для соответствующего объекта с использованием предложения With Grant Option, то есть этот пользователь мог данное разрешение передавать другим пользователям, Исполнение инструкции Denny завершается ошибкой. Инструкция Denny блокирует разрешения, полученные пользователем, группой или ролью посредством их членства в группе или роли. Это означает, что если член группы, которому запрещено разрешение, предоставленное для группы, то этот пользователь будет единственным из группы, кто не может использовать это разрешение. С другой стороны, если разрешение запрещено для всей группы, все члены этой группы не смогут пользоваться этим разрешением. Например, до этого мы Петеру давали право создавать таблицы и процедуры. Данный пример запрещает не использовать данное право. Denny create table create procedure to Peter. Петер, пользователю Петеру, отменяются все разрешенные ранее права на создание таблицы и процедуры. Следующий пример. Use sample, база данных sample. Grant selection on project to public. Всем пользователям базы данных sample, так как это паблик, открытый, дается право просмотра таблицы project. Далее, Denny select on project to Peter and Marie. То есть все могут посмотреть таблицу project, а вот пользователи Петер и Марии, им отказано, Denny select, просматривать данные этой таблицы project. Инструкция ревок удаляет предоставленное или запрещенное ранее разрешение. Инструкция имеет синтаксис, очень похожий на Grant и Denny. Новым параметром является параметр Grant Option for в ревоке. Все другие параметры инструкции имеют такое же значение, как и в Grant или в Denny. Параметр Grant Option for используется для отмены эффекта предложения with Grant Option в соответствии с инструкцией Grant. То есть, если пользователь мог раздавать свои разрешения, то этот эффект отменяется. Например, Привок select on project from public всем пользователям отменяет или удаляет предоставленное разрешение рассматривать таблицу project, базы данных, sample. Помимо авторизации, есть такое понятие или такой принцип защиты данных – это отслеживание изменений. Отслеживание изменений означает документирование всех операций вставок, обновлений, удалений, применяемых таблицам базы данных. Отслеживание изменений можно реализовать либо используя трикеры, либо используя систему отслеживания измененных данных. Механизм отслеживания измененных данных позволяет видеть изменения в процессе их возникновения. Основной целью системы отслеживания измененных данных является создание журнала аудита, в котором фиксируется, кто и когда изменяет какие данные, но и также можно использовать для поддержки параллельных обновлений. Суть параллельных обновлений заключается в следующем. Если приложение намеревается модифицировать строку, система отслеживания измененных данных может проверить информацию в журнале изменений, чтобы удостовериться в том, что эта строка не подвергалась изменениям после последнего ее изменения этим приложениям. Система отслеживания изменений данных предоставляется только с версиями SQL Server Enterprise и Developer. Итак, мы с вами сегодня завершили рассмотрение вопроса защиты баз данных. На экране у вас вопросы для самоконтроля, на которые вы должны о ней ответить. Еще следует отметить, что помимо вот этих принципов методов защиты данных, для защиты данных в таблицах можно использовать представление, то есть представление этой виртуальной таблицы, как мы знаем, и просто вывести ту информацию, которую можно предоставить пользователям, либо же запретить просмотры каких-либо столбцов в определенной таблице. Список рекомендуемой литературы. На этом сегодняшнее наше занятие завершено. Продолжение следует...